Всем здравствуйте, с вами интернет-магазин Antelive.com.ua Сегодня буду рассказывать и показывать вам смартфон под названием THL-T11 Эта модель является таким младшим братом THL-T100S Имеет немножко упрощенные технические характеристики и, соответственно, ниже цену Давайте рассмотрим комплектацию, коробку, как поставляется этот смартфон THL-T11 В комплекте есть оригинальный бампер, есть NFC-метка Есть оригинальная пленка, пленка есть также и на экране Гарнитура и вот такая вот зарядка с USB-кабелем Зарядка идет сразу же под наши розетки Смартфон практически полностью копирует внешний вид T100S модели, однако есть небольшие отличия Я сниму отдельный ролик, сравню вам, наглядно покажу отличия T11 и T100S Чтобы было понятно, что, почем и за счет чего дешевле Значит, спереди смартфон имеет 5-дюймовый экран Экран здесь HD, 5-мегапиксельная фронтальная камера Фронтальная камера с автофокусом Есть динамик, датчики приближения, датчики освещения и индикатор пропущенных звонков Снизу сенсорная панель, 3 сенсорных кнопки, которые светятся это меню домой-назад С этой грани есть качелька громкости вверх-вниз Тут кнопка включения-выключения Сверху разъем под наушники и microUSB И снизу у нас только микрофон Сзади крышка вот такая вот матовая На ней практически не остаются отпечатки пальцев Здесь есть логотип THL Вспышка-вспышка, кстати, мне понравилась Второй микрофон и 8-мегапиксельная камера Под крышкой две сим-карты у нас Одна симка большая стандартная Micro SIM и microSD слот Аккумулятор здесь, как и в THL T100S Сейчас поставляется на 2750 мАч Видео по поводу аккумуляторов я снимал Хотите знать мое мнение, посмотрите тот обзор Внешне модели практически идентичны Тоненькие, аккуратные, такая своеобразная форма По корпусу у меня нареканий никаких нет Все собрано очень классно, монолитно Не трещит, не люфтит Никаких трещин по корпусу, ничего абсолютно нет За корпус однозначно 5 Ничего больше сказать про это не могу Теперь, что касается самого смартфона Начнем с технических характеристик Вкратце объясню вам, что где чем отличается этот смартфон Конечно же, главным отличием является экран У T11 экран обычный HD У T100S у него экран Full HD Благодаря этому цена смартфона значительно ниже И вот эту модель будем продавать мы, скорее всего, по цене где-то 280-270 долларов в Украине Все это влияет на цену А поэтому в Украине этот смартфон будет продаваться приблизительно по цене 235-240 долларов из наличия с гарантией Итак, давайте посмотрим технические характеристики Через программу Antutu набирает он стандартные 27000 баллов Как для 8-ядерного MTK6592 и HD Значит, смотрим THL T11 4.2.2 Android MTK6592 Графический ускоритель Mali 450 HD Камера основная Здесь у нас 13 мегапикселей интерполированных 8 реальных оперативной памяти в этом смартфоне 2 гигабайта Встроенной памяти здесь 16 Есть слот под microSD карточку, напоминаю Частота работы процессора по 1,7 ГГц Тут в Antutu показывают интерполяцию На самом деле реальные технические характеристики в плане камер 8 основная и 5 фронтальная Далее переходим к мультитачу Здесь 5-точечный мультитач А нет, дурю Тут 10-точечный мультитач По датчикам Тут все тоже отлично Здесь полноценный GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас Датчик приближения, датчик освещения Есть хорошая вспышка Есть NFC технология Также смартфон поддерживает полноценный OTG разъем Можно подключать мышку, флешку, клавиатуру Здесь есть обязательно акселерометр Но нет гироскопа Прошу не путать эти функции В плане прошивки Они к нам приходят Сейчас покажу вам на какой прошивке Вот версия сборки Вот смотрите сами Прошивка более чем стандартная Все на русском языке Никакого китайского софта здесь вы найти не сможете Игры устанавливаются все GTA San Andreas тоже ставится Ничего не выкидывает По прошивке у меня нареканий нет Теперь что касается экрана Экран здесь HD Здесь IPS Здесь OGS Но здесь экран с HD разрешением И поэтому матрица сама немного бюджетнее Чем у T100S Яркости в принципе хватает Довольно таки сочный хороший красивый экран Продемонстрирую вам картинки Самые разнообразные В чем заключается бюджетность этой матрицы По моему мнению Я каждый смартфон очень пристально Тестирую в плане углов обзора Например если я тестировал T100S То там вот таких вот моментов С темным изображением Что он сереет по диагонали Там такого нет Вот в этих моделях То же самое и у THL V200S То есть примерно в одной ценовой категории У смартфона Там то же самое То есть смартфон отображает Все цвета классно Но вот по диагонали Темный цвет превращается В такой вот немножко серенький Для меня это такой Небольшой негатив Теперь что касается Звучание По звучанию полностью аналогичная ситуация Как у T100S Внешний звук хорош Сейчас вам это продемонстрирую Он громкий Довольно таки звонкий В чем продемонстрировать Давайте я запущу вам YouTube Что угодно Революции Что касается звука При разговоре Тоже нареканий у меня нет Все громко Микрофон тоже отрабатывает отлично А вот в наушниках Звучание Такого очень средненького уровня Довольно таки громкое Но не хватает мощности Звуку Не хватает басов Ну в общем Та же самая ситуация Как было и у T100S Тут ничего не поменялось Касательно производительности Я думаю Уже всем понятно Кто Более менее Смотрит мои ролики Восьмиядерная платформа С HD экраном То же самое Что и у V200S Все игрушки Идут на ура Сейчас вам некоторые Продемонстрирую И хочу вам сказать Что Вот у THL T11 У него 2 гига оперативной памяти У W200S У него 1 гига оперативной памяти Я вам скажу честно Я разницы По работе По Какой-то Мультизадачности Многозадачности По Производительности В каких-то Отдельных играх Я разницы Не вижу Если стоит Хороший процессор То 1 гига С головой Хватает Для любых Целей То есть Никаких проблем В этом плане Нет И я не знаю Зачем нужно 2 гига Я по-прежнему Придерживаюсь Своего мнения С того момента Как я снимал ролик Про 1 гиг и 2 гига Уже наверное Прошло более полугода А люди Как писали мне Что я дурачок Что на будущее Там на будущее Нужны эти 2 гигабайта Ну извините У меня прошло Более полугода Ну какое на будущее Я не вижу Не вижу Тех мест Где оно должно Использоваться Ну в общем Не об этом Смотрим Как запускаются игры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По игрушкам Я не могу Сказать что что-то Где-то тупит Как по мне Все отлично Более чем Далее перейдем К аккумулятору Аккумулятор здесь На 2 750 мАч Не готов я С твердостью Сказать вам Что это Реальное Честное Может быть Это и 2 300 Как я снимал ролик Но тесты хорошие Благодаря тому Что дисплей HD Я вам сейчас Это продемонстрирую Во-первых Вантуту набирает Хорошие 613 баллов Для Восьмиядерной платформы Это действительно Хороший результат При воспроизведении Игры Эпик Цитадель У меня Было 3 часа 15 минут Со 100 До 6 процентов Как видите Диаграмма Разряда Аккумулятора Довольно таки Твердая Ровненькая Провалов Нет И теперь Тест Со 100 Процентов До 3 Это 4 часа 25 минут Это у меня Видео Из ютуба На максимальной Яркости Со звуком Естественно Через вай фай То есть Тоже довольно таки Хороший результат За аккумулятор Однозначно Плюс Например THL V200S Держит Меньше Камера Один из тех Минусов И Слабина По сравнению С THL T100S Камеры Здесь однозначно Хуже Основная Камера На 8 Мегапикселей Фронтальная Камера На 5 Мегапикселей Могу Сказать Что Но Я не хочу Сказать Что Здесь Прям Такие Паршивые Камеры Нет Камеры Снимают Достойно Нормально Но Допустим У THL T100S Лучше И это Факт Фронтальная Камера С автофокусом Также Мне понравилось Как снимает Смартфон Со Вспышкой Вот вам Вспышка На те Ванной Не было Света Я тестирую Все телефоны Дома Вот Вот Такая Вот фотография Получилась И изображение Четкое И Хорошо Все видно За камеру Камера Мне не понравилось Как снимает Фотографии Понравилось Как записывает Видео Я вам фотки И видео Выложу Можете Сделать Свои выводы Видео Записывает Как по мне Лучшее Ну естественно В формате Full HD Что ж Я вам Рассказал Про техническую Часть Показал Как работают Игры Высказал По ходу Обзора Свои Плюсы Минусы А теперь Хочу Немножко Так вот Себя Поразмышлять Смартфоном Можно сравнить Эту модель Я имею В плане Покупки То есть Если у вас Есть Вот эта Н сумма Денег От 2500 До 3000 Какую Модель Выбрать Первое Что мне Приходит На ум Это THL V200S Который Стоит Приблизительно 2500 Гривен Далее Идет Вот эта Модель THL T11 Который Стоит Примерно 2800 И Есть Такая Еще Модель ZOPO ZP1000 Который На Который Обзор Я сниму Чуть Позже Он Будет Тоже Примерно 2800 И Немножко Выше Немножко Дороже Идет В закупке Какие Есть Плюсы Какие Есть Минусы Именно В сравнении С этим Смартфоном Ну Во-первых Среди Этой Тройки THL T11 Будет Лучшим В плане Аккумулятора Однозначно Здесь Аккумулятор С большей Емкостью А Размер Дисплея Такой Же Разрешение Тоже Играет Роль Поэтому За счет Аккумулятора Эта модель Однозначно Лучше У Сво Наверное Будут Покупать Чисто Из-за Дизайна И Задней Металлической Крышки Это Модель Со Своим Дизайном Ничего Плохого По этому Поводу Не могу Сказать Этот Смартфон Имеет 2 Гигабайта Оперативной Памяти Скорее Всего Именно Из-за Этого Вызвано Подорожание Этого Смартфона По сравнению С THL V200S Однако О Практичности Этой Цифры Я Не Берусь Судить Выбирайте Уже Сами Нужно Вам 2 Гига Или Будет Достаточно Один Я Б Я Вам Лишь Скажу Своё Мнение Что Я Не Замечаю Разницы 1 И 2 Гигабайта При Тесте Всех Смартфонов Если Стоит Хороший Процессор Далее Встроенная Память Во всех Моделях Есть Кроме ZOP 100 Слот Под Карточку Здесь Камеры Камеры UV200S Лучше Здесь Камеры Будут Хуже ZOP Еще Будут Тестить Смотрите Мой Обзор Вот Буквально На днях Таким Образом Этот Смартфон Это Вторая Линейка Вторая Линия От Топа На MTK 6592 То есть T100S ZOP 998 Это Топ Топовые Модели На MTK 6592 Это Вторая Линия THL T11 Это Упрощенные Модели Которые Дешевле Значительно Иногда И на 1000 Иногда И на 800 Гривен Я имею Ввиду Это На 800 V200S На 1000 Гривен Дешевле Чем T100S Поэтому Выбирайте Сами Модель Хорошая Интересная В комплекте Бампер В принципе Полная Заводская Комплектация Ничего Особо Докупать Не нужно Есть И чехол Зарядка Наушники Гарнитура Вот И все Ждем Сравнительный Обзор Постараюсь Наглядно Объяснить И показать Чем же Отличаются T11 От T100S Они Отличаются Даже Внешне Все Расскажу Покажу Оставайтесь На Связи Буду Снимать Дальше Спасибо Всего Доброго